Мясо по-тефтонски Нас никто не слышит, друзья, только между нами Никому не говорите, а то, не дай бог, об этом узнают раввины и меня будут бить, возможно, даже ногами Здесь Александр Яковлевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами Дело в следующем Это мясо готовится из свинины Это копченое мясо, которое готовится в домашних условиях Готовится оно в два приема Точнее, в два этапа Первый этап – маринад Второй этап – непосредственно приготовление И вот сейчас я все вам это продемонстрирую Кстати, вы удивитесь, насколько это просто Итак, друзья, для приготовления мяса по-тефтонски Нам вначале его надо замариновать Кладем в кастрюлю листочек лаврового листа Ложечку черного перца, горошек Кладем сюда одну горошину душистого перца Дольку чеснока, порезанную на четыре части Обязательно, друзья, я настоятельно советую Положить сюда ложечку розмарина Это очень приятный будет вкус Безусловно, без этого никак не обойдется мясо по-тефтонски Мы положим ложечку тмина Далее немного гвоздики Ну, я много не советую Но, скажем так, вот чуть-чуть положили сюда Ложечку орегано Орегано придаст очень приятный вкус мясу Кладем наше мясо Вот такой прекрасный кусочек Вот, положили его Кладем сюда пучок базилика Положили И финальный аккорд Заливаем пивом И, конечно, друзья, здесь не надо забывать Я настоятельно рекомендую положить Вот Две чайных ложки соли Положили Раз И два Все И теперь, дорогие мои На 12 часов В холодильник 12 часов прошли И теперь мы достаем Вот, наше мясо Пучок базилика Он нам больше не понадобится Мы его выбрасываем Мясо достаем Вот, какое у нас замечательное мясцо Далее кладем на тарелку Это маринад нам больше не понадобится И делаем дальше следующее Мы берем бумажное полотенце И вот Вытираем наше мясо Со всех сторон Кладем на чистую тарелку И пускай это наше мясо Полежит приблизительно полчаса Так сказать, заветрится Ну, а пока, друзья Пока наше замечательное мясо Доходит до кондиции Уже на тарелке Нам надо приготовить тару Собственно говоря, коптильню Берем большую Десятилитровую кастрюлю И на дно ее Выкладываем В фольгу Вот так Формируем И далее Укладываем Щепу Вот такая щепа Продается Во многих магазинах Израиля Яблочная щепа И мы ее сюда Выкладываем Особо много не надо Уложили И теперь Заворачиваем Завернули И проделываем Дырочки Для того Чтобы у нас Выходил дым Ножом Мы Ставим Сверху Решетку На которую Мы будем Растить мясо А вниз Я рекомендую Вот такие Вот Вот такую Одноразовую Посуду Из фольги Зачем? Дело в том Что Будет капать жир Для того Чтобы Собирать Вот так Вот И ставим Собственно говоря Все Уже Все готово Полчаса прошли Вот Берем Наше мясо Кладем Его вот так На решетку Накрываем Крышкой Вот Плотно И включаем На максимум Друзья Вот Пошел Дымок И теперь Нам надо Подождать 15 минут Вот от того Момента Когда пошел Дымок Так Вот 15 минут Прошли Делаем Следующее Убавляем До минимума Огонь Уже мясо Прокоптилось Осталась Теперь Только Термическая Обработка И Оставляем Еще на Полчаса Полчаса Прошли Теперь Вообще Выключаем Плиту И Оставляем Так Еще на Полчаса До Полного Остывания Ну а пока Наше Замечательное Мясо Готовится Друзья Я Сразу Хочу Ответить На Вопрос Который Возникнет У многих А как Лучше Готовить На Электроплите Или На газовой Плите И у Того И другого Способа Есть Плюсы И Минусы Дело Вот В чем Конечно На Газовой Плите Готовить Удобнее Потому Что Там Удобнее Регулировать Уровень Огня В конце Концов На Современных Газовых Плитах Вы Можете Переставить Эту Кастрюлю На Самую Маленькую Комфорку И Все У вас Будет Нормально Однако В этом Есть Один Недостаток Дело в том Что Дым Как бы вы не Закрывали Крышку Он Все равно Будет И Запах Дыма Он будет Ощущаться Поэтому Вы понимаете Это Можно Делать На Кухне Когда У вас Там Хорошая Вентиляция В этом Отношении Гораздо Удобнее Электроплита Которую Можно Поставить Куда Угодно И Да Дорогие Друзья Обязательно Соблюдайте Меры Предосторожности Но Все-таки Вы имеете Дело С огнем И Еще Одно Важнейшее Предостережение Вот Внутри Кастрюли Никаких Пластиковых И резиновых Деталей Быть Не Должно Ни в коем Случае Иначе У вас Мясо Пропахнет Пластиком Или резиной А оно Нам Надо Ну вот Друзья Вот Такое Мясо У нас Получилось И давайте Мы его С вами Попробуем Друзья Это что-то Необыкновенное Потрясающее Мясо У меня слов Просто нет Если Есть на небе Бог То Несмотря На то Что Свинина Считается Не кошерной Я убежден Ему бы Понравилось Есть легенда Что Однажды Великий магистр Герман фон Зальц Приказал Приготовить Жаркое Однако В это время К его замку Подступили Враги И Все Поднялись На стены А тот Повар Который Держал В руках Тушу Убитого Кабана Он Со страху Ее бросил В бочку С пивом И повар Признался Что он Случайно Уронил Эту тушу В Бочку С пивом Магистр Наградил Повара Повелел Впредь Так и Готовиться Вот почему Основа Мяса По-тефтонски Это Вымачивание Его В пиве Маринование В пиве Подписывайтесь На канал Нью Рэшворд И уверяю вас Мы с вами Увидим Еще Немало Интересного Пока